Самые неожиданные и скандальные звездные разводы года. Еще недавно эти союзы российских и мировых знаменитостей казались самыми счастливыми и нерушимыми. Но в 2015 году в их отношениях была поставлена жирная точка. Какие ошибки они совершали и какой опыт можно из этого извлечь? Канал «Интересные факты» узнал, кто из звезд поразил всех самыми скандальными разводами. Браки совершаются на небесах. А где они расторгаются? Многие супружеские пары так и не смогли устроить свою личную жизнь таким образом, чтобы прожить ее рядом с любимым человеком. Как узнать, что ты встретил свою настоящую половинку? И впереди тебя не ждет развод, особенно такой скандальный, каким его могут устроить звездные пары. Екатерина Архарова и Марат Башаров были женаты меньше года. Уже через несколько месяцев после красивой свадьбы Екатерина была избита мужем. Попала в больницу со сломанным носом и сотрясением мозга, а позже рассказала на всю страну о его приступах ярости и пристрастию к алкоголю. Марат несколько раз публично покаялся в телеэфире, но это не помогло восстановить отношения. По словам Архаровой, у них с Маратом разное понимание отношений между мужчиной и женщиной, разные жизненные ценности и семейные тем более. В марте актеры официально развелись. Агния Дедковский те и Алексей Чадов. Их отношения длились 9 лет с перерывом. У них есть общий сын. Родные Алексея обвиняли жену, мол, у нее случился роман с участником шоу «Танцы со звездами» Денисом Тагенцевым. Сама Агния заявила, что это негатив желтой прессы, не имеющий к ней отношения. Она дала понять, что муж ее беспочвенно ревновал, причем не только к другому мужчине, но и к работе. По словам Дедковского те, они оба хотели создать счастливую семью, но взгляды на то, какая она должна быть, у них разошлись. Андрей Тришин и Елена Проклова прожили в браке 30 лет. Развод этой пары стал не просто неожиданностью, шоком. Казалось, что между ними царит полная идиллия. Ведь Елена беззаветно разделяла даже страсть мужа к охоте, за что она вечно попала в черный список защитников животных. Но вдруг выяснилось, что охоту она ненавидит. Да и вообще, никакие совместные интересы их никогда не связывали. Проклова заявила, что в такой ситуации муж и жена неминуемо начинают жить каждой своей жизнью. Поэтому ей непонятно, зачем друг друга держать на привязи. Нет ничего страшнее, чем встретить старость с чужим человеком. Так говорила ей ее мама. Одиночество вдвоем – самое страшное одиночество. Криштиан Роналду и Ирина Шейк были неразлучны почти пять лет. Даже такая роскошная женщина не удержала футболиста-миллионера от измены. Во всяком случае, Ирина всячески намекала после разрыва, что больше всего ценят мужчине верность и честность. А источник, близко знакомый со звездной парой, рассказал таблоидам, что Роналду еще и вел игривую СМС-переписку с женщинами по всему миру. Так что русская модель испытала всю горечь предательства. Мир облетели слова Шейк. Когда рядом с женщиной не тот мужчина, она чувствует себя уродливой. Я чувствовала себя уродливой и уязвленной. Ирина Леонова и Евгений Цыганов. 11 лет совместной жизни и семеро детей. Летом 2015 года известный актер стал настоящим антигероем. Таблоиды раструбили о том, что он бросил беременную жену. Потом друг Цыганова подтвердил, что тот не выдержал тягот многодетной семейной жизни. А вскоре СМИ нашли и разлучницу. Это якобы Юлия Снегирь, которая в начале 2016 года родит ему восьмого ребенка. Хотя Цыганов искренне недоумевал, почему это журналы и газеты перепечатывали ложь о том, что он якобы не встретил из роддома дочь с женой. Но никто не написал, что в то время он выпустил спектакль «Олимпия» по современной пьесе. Виктория Лопырева и Федор Смолов были символически женаты примерно полтора года. В мае фотомодели телеведущая подтвердила через Инстаграм, что ее отношения с футболистом Краснодара закончились. Лопырева заявила, что она приняла это решение еще полгода назад. Но Федору тогда удалось убедить ее, что он повзрослел и готов серьезнее относиться к семье и профессии. Но пока его больше интересуют социальные сети и красивые машины. Несмотря на то, что Виктория считает Федора хорошим парнем, она уверена, что, увы, им больше не по пути. Но Смолов не оставил такие слова своей бывшей возлюбленной без внимания и заявил, что, по его мнению, за три года, что он любил человека, он заслуживает хотя бы того, чтобы избежать подобных ремарок. Гвен Стефани и Гевин Росдейл. 13 лет брака и трое детей. Лидер и вокалистка группы No Doubt подала на развод в августе по слухам, узнав о трехлетней связи мужа-музыканта с няней и их детей. Стефани, конечно, хотела бы, чтобы всего этого не случилось, но в то же время она признала, что этот развод стал частью ее жизненного пути, который она, очевидно, должна была пройти. Дженнифер Гарднер и Бен Аффлек прожили в браке 10 лет и имеют троих детей. Еще одна звездная пара, которая распалась из-за интрижки мужа с няней. Та первая открыла прессе, что имела любовные отношения с актером. Бен сначала все отрицал, но потом, по словам знакомого семьи, покаялся перед женой и принес ей извинения за такую позорную огласку. И хотя экс-супруги вместе с детьми пока продолжают жить под одной крышей, источники уверяют, что их развод – дело решенное. Алена Шишкова и Тимати были вместе меньше двух лет и имеют общую дочь. Перед летом вице-мисс России ушла от рэпера к вратарю московского «Динамо» Антону Шунину, что подтверждают их счастливые совместные снимки в Инстаграме. Но бывшие влюбленные сохранили дружеские отношения ради дочки. По мнению Алены, если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым, он учится находить в этом мире любовь. Лен Уайзман и Кейт Беккенсей 12 лет совместной жизни Актриса и режиссер расстались много месяцев назад, но пресса узнала об этом только в ноябре. Близкий источник дал понять, что из-за занятости обоих произошло неизбежное отчуждение, но заверил, что бывшие супруги остаются друзьями. Вахтанг Беридзе и Ольга Арнгольдс 6 лет брака и общая дочь. По словам родственников актрисы, на которых ссылаются таблоиды, Ольга не просто зарабатывала больше, а фактически содержала семью. А ее муж, радиоведущий и шоумен, слишком увлекался тусовками и вечеринками. А кроме того, по их же словам, был слишком любвеобилен. Хелли Берри и Оливье Мартинес Были женаты два года и имеют общего сына. Близкие к этой паре люди утверждают, что семейному счастью этой пары помешал слишком взрывной темперамент Мартинеса. Его поведение часто пугало. Он мог взорваться по любому поводу в любую минуту. Пара рассталась, а Хелли нашла для себя способ с наименьшими потерями выйти из кризиса. Она утверждала, что когда переживаешь сложные периоды, нельзя замыкаться в себе, нужно уделять внимание другим. Это лучшее лекарство в любых неприятных ситуациях. Меган Фокс и Брайан Остин Грин Прожили 11 лет в браке и имеют двоих сыновей. Главной причиной развода в актерской семье, чье счастье казалось безоблачным, стала одержимость Меган ее карьерой. Говорят, она жадно искала все новые роли, в то время как Остин хотел, чтобы она уделяла больше времени ему и детям. Вам была интересна эта информация? Ставьте лайк за подборку и поделитесь с друзьями. Вы можете предложить тему для следующего видеоролика прямо здесь в комментариях. Если вам нравятся наши интересные факты, подпишитесь и не пропустите новые невероятные и интересные подборки. На этом пока. Заходите на следующий факт, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok